Он похудел на 65 килограммов и стал настоящей звездой интернета. А все потому, что принял решение раз и навсегда порвать с пауэрлифтингом. Даже специально продал гриф для приседания, специально продал 250 килограмм блинов. Скажу больше, я даже отписался от некоторых ярких представителей пауэрлифтинга в инстаграме, чтобы не обращать внимания, как они поднимают, чтобы полностью похудеть, уйти, так сказать. Я поверила, потому что я видела, что он устал. Но в итоге не спасли никакие запреты, и он вновь вышел на помост. Нету соревновательной деятельности, перестало интересно. Просто качаться, ну покачались, я там вот покачался, ну увидел я форму, ну да. И это возвращение стало не менее ярким, чем его трансформация. Ведь он уверенно стал победителем в Сайберин Пауэр Шоу. Иван, ну вот сейчас, вот сейчас, можно сказать, что подрез вернулся. Давай, давай, быстро. Борься, молодец. Давай, давай. Но несмотря на этот феноменальный успех, этот сибирский старт может стать последним в его карьере пауэрлифтера. Если честно, я последний месяц ждал, чтобы быстрее это все закончилось, вся эта подготовка. Я не хочу ходить даже 140 килограмм, 150 килограмм с лишним весом. Мне тяжело, мне неудобно. Сегодня при поддержке бренда Мори, который поможет вам навести порядок в ваших вещах, хоть в шкафу, хоть в спортивной сумке, железный рейтинг представляет вам Ивана Подреза, единственного толстяка в мире, который смог таки подкачаться к лету. А все потому, что... Я, бывает, чувствую себя суперменом, я могу сделать все, что я хочу. Ну а пока вы смотрите выпуск про пауэрлифтинг, мы как раз смонтируем пару выпусков про армрестлинг. Ведь впереди нас ждет пару важных событий. И мы должны понимать, кто есть кто сегодня в мире арма. Ларри выигрывает. Поэтому я за Гаспариней. Ну давайте обо всем по порядку. Вот Подрез бросает штангу и не знаю, как его научить нормально. Когда он уже вырастет. Смотри, да, широкий какой. Давайте разберем мозг. Снимайте, снимайте. Впервые крымский атлет Иван Подрез попал в объектив железного рейтинга в далеком 2015-м на чемпионате мира в РПФ. Правда, был он тогда не Иваном. Как вы видите, тяга к перевоплощению была у Подреза всегда. В тот раз он стал Романом, пытаясь скрыться от всевидящего ока Федерации по рулевтингу России, запретившей атлетам выступать в альтернативе. Гудлиф далеко справляется с Романом. Не помогло, но Иван не остановился и поставил перед собой еще более сложную задачу – скрыться от себя самого. Ворчит? Иногда. Как старый день? Ну мы терпим. И все, что потерпит? Знаете, это было очень спонтанно, скажем так. Это вот определенный день, все. Я, говорит, так больше не могу, я так больше жить не хочу. Я сделал форму ту, которую вы видели. Минимальный вес мой составлял 119 килограмм, 800 грамм. Эмоции какие? Да ты это другой человек. Это просто другой человек. То есть я бы существовал один подрез Иван Пауэрлифтер и другой. Это даже другой характер. Это разные два человека. Абсолютно просто. Просто другая жизнь. У меня много чего появилось нового. У меня смена работы пошла, другой спортивный зал. Клиенты все новые. Все знакомства новые. Люди, которые меня не знали тем, кем я был до этого. Они вот знали меня вот таким вот там уже 130, 140, 120 килограмм. Они до этого меня не знали, что там, каким я был. Они когда видели, потом просто, а что это такое? И вот она, началась та новая жизнь, о которой ты вчера еще боялся даже мечтать. Сегодня ты красавчик, ты в центре внимания. Зачем опять возвращаться в прошлое и становиться тем прошлым подрезом? Ведь ты уже совсем другой человек. Другой, да, другой человек абсолютно. Да, даже может другое мышление. Все по-другому. Но душе я, ну не рожден для поднятия больших тяжестей, но пауэрлифтером. То есть в душе я был всегда пауэрлифтером. Я видела, что у него нет вот этих глаз горящих, когда вот он готовится. У него планы, у него вот он все вот в этом котле варится. Итого не было. Ему было скучно. Руга! Почему опять же я решил вернуться? Потому что мне позвонил Денис Кьюцин и предложил выступить. А, начнем с этого. Что? А, все. Я вспомнил, с чего все началось. Что ты мне написал, что давай ты выступишь по бодибилдингу. Я сказал, конечно же нет. И разговор пошел за троебори, уже потом попозже. Решил подготовиться, набрал 140 килограмм веса и дернул себе широчайшую в тяге в 350 килограмм, от которой потом не смог реабилитироваться. И решил просто поехать к приглашенным гостям. Спокойно, успокойно. Помогаю всем, возможности, конечно. Ребят надо поддерживать. С языком у нашего польского друга, да, и с английским, и с русским проблемы. Ну, как можем, на пальцах объясняем, 500-400 килограмм, там, сбежать. Как можем, так помогаем. На самом деле я понял, зачем Иван сбрасывал вес. Когда я увидел его на сцене с завернутыми тренировочными, думаю, зачем. Потом, когда он стал помогать, а я стал снимать, я понимаю, что было видно его такие просушенные икры. У меня икроножные сна были. И будут. Посмотри. Уже в конце года мне опять звонит Денис и говорит, предлагает такие уже условия, приехать гостям приглашенным или выступить в троеборе. Что, в принципе, какой гость я, если я троеборец. И опять же, я готовлюсь на Сибирь Пау-шоу уже в этом году. И дергаю ту же самую широчайшую. На уже 370 килограмм. Но это было уже не так сильно. И она прошла. И не помешало мне потянуть вот сейчас 382 килограмм с небольшим запасом. Иван Пау-шоу уже встал. Иван Пау-шоу уже встал. Давай, давай! Давай, давай! Я ему говорила. Ваня, людям, подписчикам надоело смотреть за твоей трансформацией. Люди хотят экшена. Люди хотят увидеть того подреза, который приседал 450. Им, говорю, этого очень не хватает. Поэтому, говорю, надо выделить, надо подготовиться. Я ему сама об этом говорила. Надо показать, что ты еще можешь. И то, что есть порох в пороховницах. И можно еще доказать, что ты даже в том весе, в котором ты похудел, можно еще что-то поднимать. Юноша, ну как? Наконец-таки ты это сделал. Да, прошел ровно год. Как я не смог выступить на прошлом Сибирь поушел. Теперь я здесь уже в роли спортсмена. Наконец-таки. Троеборья, и я вернулся. Ну что, будем за тебя болеть. Идеально, странно прошло. Не было никаких проблем. Очень круто прошло. Я вам скажу больше, что это, наверное, лучший мой старт. Лучший мой старт, потому что он был самый ровный. Ну, эта проблемка в приседе, это изначально она была. Я знал, что она будет. То есть, если это не считать, это самый ровный старт. Это самый красивый жим в 250 килограмм. Это было вообще что-то классное. Невероятное для меня. Ну, я просто... Да, но все шло к тому. Тренировочный процесс к тому шел. Но в Троеборье пожать 250, это уже... Ну, это достойно. Это достойно. Особенно для меня, когда я получал травмы серьезные с грудными. Собрав на сибирском шоу внушительные тысячу два с половиной килограмма, Иван Подрес не просто стал победителем турнира. Он обошел в килограммах самого Юрия Белкина. Хотя сам к этой победе относится весьма философски. Я скажу больше. Это не я выиграл Белкина. Это Белкин проиграл мне. Все. Просто это был не его день. Сегодня я был сильнее его. Завтра он будет сильнее меня. И послезавтра тоже, скорее всего. Конечно, приятно. Но так получилось. Вдобавок к этому, недоволен Иван остался и с собранными на Сайбериан итоговыми килограммами. Потому что это мало. Когда человек весит 150 килограмм, я завесился вот на соревнованиях, то он на это маленький результат. Для меня на данный момент ситуация это крутой результат был. На вот вчера, да. Потому что есть небольшие проблемки с приседанием. Мне не тяжело приседать. Мне просто, когда начинается уже хороший за 350 веса, мне начинает раскручивать таз. Мы с массажистами вроде этот вопрос решали. И вроде решили. Но, видимо, это не все так легко решается. На это нужно больше, чем месяц. И тогда, если бы это было бы хотя бы 400 килограмм приседания, то это было как-то более-менее приемлемо для меня. Но 370 килограмм для меня это смешно приседать в бинтах. Ты приседаешь очень глубоко. Нет, я приседаю нормально. Это все остальные приседают высоко. Я приседаю, как мне удобно все. Мне так удобно. Мне так лучше. Мне так интереснее. Мой глаз не только радуется, когда я делаю красиво. Вы почему-то только обращайте внимание на мои приседания. Обратите внимание, какой у меня сжим и тяга. Тоже очень техничные и красивые упражнения. Просто приседания – это самая больная тема. Да, согласен. И я яркий тому представитель выполнения техники приседания. То есть, да, согласен. Но выступление подреза на СПС вновь заставило говорить нас о его трансформации. Во-первых, Иван стал гораздо свободнее и ярче вести себя на сцене. Видно, что трансформация придала ему уверенности в себе. Поверил в себя, да. Да, согласен. Внешний вид дает раскрепощенность. Чем ты лучше выглядишь, тем ты и раскрепощен. Да. Да. Но это того тоже клефану. Конечно. Конечно. Мне нравится наблюдать в зеркале человека, который нравится хотя бы… Ты нравишься самому себе, а не когда у тебя, извините. Но опять же, ради этого выступления нашему герою пришлось вновь набрать вес, то есть снова вернуться назад, а это чревато возможностью застрять в прошлом. Вот скажи, Иван, есть у тебя в голове цифра, выше которой ты не готов набирать? Я думал, что я больше 140 не наберу вот на этой подготовке, а получилось 150. То есть 150 уже много для меня было сейчас. Но в принципе соревнования показали, что нормально. Внешний вид, да. Но что у меня? У меня проблема – это все в лице. Мое телосложение мне абсолютно нравится. У меня нет огромного там брюха какого-то. Ну, даже если есть живот, то это перекрывает грудь, плечи, спина, ноги. То есть у меня все в лице. И из-за этого, кажется, у меня 150 килограмм, а такое ощущение, что люди по 200 с таким лицом даже худее ходят. А так, в принципе, мое телосложение меня устраивает абсолютно. Иван, вот только честно, есть у тебя страх опять стать тем самым подрезом? Нет. Какой страх, если я могу быть кем, уже, грубо говоря, кем угодно. Иван, сорвешься, обратно сорвешься, обратно туда. Что значит сорвешься? Я если возьму, я, если мне надо, вот как сейчас, я вешу 150 килограмм, я сейчас даже позволил себе шоколадку съесть, там, туда и сюда. То есть на подготовке такого не было. Я могу там печеньки кушать, да. Чувствую, что там уже лишнее пошло. Вот печеньки на три дня убрал, там, ну, грубо говоря. Я сейчас приезжаю домой, я сейчас приезжаю домой. За месяц я скидываю минус 10 сразу. Это можно будет отследить в моем инстаграме. Это все будет афишироваться. Это как минимум. На свое день рождения в июне я делаю минус 20. Это будет 130 килограмм. Уже нормальных, хороших, как всегда, сухих, ну, относительно сухих мышц. Это сейчас является целью. Я это сделаю. Все. Нету никакого страха. Я делал эту форму и весил опять 140, и опять на студию возвращал. Для меня это не проблема. Похудеть или набрать. Я, бывает, чувствую себя, знаешь, как бы это грубо не звучало, а суперменом. Я могу сделать все, что я хочу. Я хочу хорошо выглядеть, я это сделал. Хотя все думали, что я умею только есть и лежать на диване, и поднимать штамм. Жрать там, обжираться там, мороженое, чем я не знаю. Хотя такого никогда не было. Сладким проблем тоже никогда не было. Я не обидался его никогда. А тут подрез похудел. И такой, о, ничего себе. Опять набрал. А потом опять похудел. Я могу сделать, что я хочу. Я, ну, честно, просто как супермен. Я хочу, могу быть худым, могу быть сильным, толстым. Вот худым и сильным, ну, вот это вот... Нет, я, скорее всего, да, можно говорить, что не то телосложение, не то структура тела. Но не настолько сильным ты будешь. Можно. Но не столько сильным. Это будет, там, крымский уровень, может быть, пауэрлифтинга. Ну, это, как бы, не по мне. Ну, какие у тебя амбиции пауэрлифтинга сейчас? Никаких. Если честно, я последний месяц ждал, чтобы быстрее это все закончилось. Вся эта подготовка. Я не хочу ходить даже 140 килограмм, 150 килограмм с лишним весом. Мне тяжело, мне неудобно. Честно, я до сих пор так и не хочу выступать в трейборе дальше. Если честно. Вот такой вот неожиданный поворот. Но как же тогда быть? С одной стороны, без пауэрлифтинга скучно. А с другой, пауэрлифтинг требует вернуть назад подрезы из прошлого. Как быть? Наш герой уверен, что решением может стать выступление только в жиме. А при весе 130 килограмм можно жать 260-270 килограмм. Это уже какой-то результат. С таким результатом можно уже куда-то поехать, выехать. Вот. То есть хочется жать. Теперь я захотел еще потянуть 400. Понимаете, в чем дело? Потому что я 382 вот потянул. Вот. Хочется отдельно в тяге 400. А с другой стороны, мы поговорили с ребятами, чтобы наоборотили на тебя внимание, тебе нужно потянуть хотя бы 420. А 420-то уже не просто так тянется. То есть тут как бы палка двух концов. Честно, опять же, я много чего говорил, что я буду делать. То есть буду возвращаться в трейбор и не буду. Хочу я выступать, не хочу. Так кто его знает, что будет. Здесь с Иваном трудно не согласиться. Как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Так что в качестве кого предстанет Иван в следующем выпуске железного рейтинга, мы не знаем. Возможно, в качестве фитнес-модели. А возможно, огромного парня, ворочающего огромные веса. Поживем, увидим. Ну а на сегодня все. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео со своими товарищами по качалке. Это важно. А мы прощаемся с вами. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok